всем привет дорогие друзья с вами дмитрий синёв и сегодня мы приготовим очень вкусные каннеллони с говяжьим фаршем под сыром на упаковку каннеллони из 250 грамм я буду использовать 500 грамм говяжьего фарша одну крупную луковицу где-то грамм 200 сыра где-то грамм 200 и очищенные томаты масса нет 400 грамм начнем с нарезки лука нарежем его мелким кубиком каннеллони очень часто делают с сыром ricotta очень вкусное сочетание под белым соусом под томатным соусом ставим разогреваться сковороду на средний огонь наливаем масло ну где-то 7-10 грамм отправляю пассероваться лук лук пропассируем где-то 5-7 минут до золотистого цвета и потом добавим уже фарш пока обжариваем лук можно включить духовку разогреваться где-то на 190 градусов режим верх-низ все где-то вот через пять минут у меня уже вот образовывается такой золотистый цвет отправляем сковороду наш фарш и вот тут же тщательно разбиваем фарш на кусочки лопаткой чтобы у нас ну не скомковался фарш естественно можно использовать любой по вкусу свиноговяжий свиной также прекрасно подойдет фарш из бедра индейки и фарш также обжариваем где-то 5-7 минут добавляем соль по вкусу говядине я добавлю немного розмарина прекрасное сочетание розмарина и говяжьего фарша ну и также немного черного молотого перца и вот уже где-то через 5-7 минут у нас уже фарш хорошо пропассировался отправляем к фаршу баночку перетертых томатов можно с кусочками можно прямо перетертые в пюре вот все 400 грамм и прям баночку я обмываю водой и также отправляю жидкость к фаршу дадим еще пропассироваться где-то 5-7 минут лишняя влага выпарится добавим немного сахара немного соли доведем до баланса вкуса прям буквально чайная ложка сахара сбалансирует кислоту от томатов добавляю сахар и также еще добавлю одну чайную ложку копченой паприки для такого копченого аромата все выключаю пробую соус на вкус отлично я буду готовить в этой же сковороде и поэтому перекладываю в тарелку наш фарш жидкость сковороде как раз мы можем оставить а вот фарш мы будем отправлять в наши каннеллоне достаем наши трубочки вот такого вот они размера и берем чайную ложку и тщательно фаршируем каждую трубочку и укладываем трубочку сковороду процесс на самом деле очень быстрый вкус будет изумительный ковяжий фарш в томатном соусе с нотками розмарина и копченой паприки но все это будет под шапочкой сырного соуса на основе соуса бешамель из всей пачки осталось где-то 4 каннеллоне так что можете использовать немного побольше фарша вот так вот я уложил отправляю остатки соуса сейчас мы сделаем сырную заправку включаю разогреваться сковороду на средний огонь отправляю одну столовую ложку муки дадим ей немножко обжарится буквально где-то через три минуты должен появиться такой желтоватый цвет и такой аромат ореха отправляем буквально 50 грамм сливочного масла все перемешиваем основа для соуса бешамель у нас готова добавляем 200 миллилитров молока и и натираем сковороду 200 грамм сыра натертый сыр перемешиваем с молоком он сейчас растворится и превратится в такую сырную массу все сырный соус у нас готов на одну треть я где-то наливаю кипятка и полностью заливаю нашим сырным соусом и отправляем запекаться наши каннеллоне где-то на 20-30 минут так накладываем в тарелочку украшаем зеленью и давайте же попробуем сочетание фарша и такого соуса чем-то напоминает лазанью очень нежно вкусно обязательно рекомендую вам приготовить такой рецепт это очень вкусно спасибо что ставите лайки делитесь видео с друзьями в социальных сетях подписывайтесь на канал если еще не подписаны всем спасибо за просмотр всем пока